Добрый вечер! Добро пожаловать на телеканал РТР Беларусь в эфире ток-шоу «Что происходит?». Новости последних недель о беженцах в Европе. Люди в европейских городах живут между страхом и жалостью. Все в отношении приближающихся сотен тысяч гостей. Как прошенных, так, в общем-то, и не прошенных. Некоторые страны попросту закрывают свои границы, отгораживаются забором. И, в общем-то, люди, как вода, находят другие способы проникнуть в страны, где они ждут более сытой жизни. Не секрет, что, возможно, некоторые маршруты на данный момент лежат уже и через Беларусь. Не секрет то, что многие хотели бы, возможно, и остаться на нашей земле. Вот так получается, что война, не наша война, которую развязали не мы, европейские правила, которые также не мы придумали, начинают становиться частью жизни, частью вопросов Беларуси. Что происходит? Это тот вопрос, который мы задаем сегодня в нашей программе. Чуть позже я представлю наших гостей. Но у каждой проблемы есть своё лицо. Так уж получается в современном мире, что это лицо приносит средства массовой информации. Эти кадры, которые вы сейчас увидите на наших экранах, обошли весь мир. И вы наверняка о них знаете. Сирийский беженец с ребёнком на руках пытается прорваться через заграждение, и кордон из полицейских, и венгерская тележурналистка делает ему подножку. То ли в состоянии шока и сиюминутного решения, то ли в поисках хорошего кадра. Позже мы уже узнаем имена всех участников этого эксцидента. Экс-сотрудница венгерского телеканала Н1 ТВ Петра Ласла. После этого её уволили, и она приносила свои публичные извинения, хотя вот, насколько мне известно, посредством массовой информации эти извинения не были приняты. А также Усама Абдул Махсен с маленьким сыном на руках также стал очень знаменит. И надо сказать, что вот эта подножка сыграла в его судьбе удивительную роль. Он был приглашён в Мадрид. Все вот там узнали, что он футбольный тренер, как раз в футбольную школу. И по приглашению команды Реал Мадрид туда переехали его сыновья. Эти кадры, которые вы сейчас увидите, также облетели весь мир. Вы видите Криштиану Роналду вместе с маленьким Зиадом выходят на одну из самых легендарных футбольных площадок, футбольных полей мира. Вот так вот обернулось, вот такое вот, скажем, лицо у этой трагедии, где мы видим людей, бегущих от войны, которые пытаются спастись. И достаточно жестокую, с одной стороны, с другой стороны, очень воспитанную и великодушную Европу. Удивительная возможность. Сейчас мы посредством электронной связи имеем возможность поговорить как раз с виновником этого сюжета, Абдулом Махсеном. Он, правда, выходит с нами на связь посредством телефона, поэтому это будет, видимо, не очень качественно, но задать свои вопросы мы сможем. Господин Махсен, если вы нас слышите, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что вышли с нами на связь. Добрый вечер, спасибо и вам. Скажите, господин Махсен, согласно информации, которую мы имеем в СМИ, вы являлись футбольным тренером в Сирии. В общем-то, у нас, в зависимости, конечно, от успеха футбольного клуба, это достаточно высокооплачиваемая работа. Вы были обеспеченным человеком в Сирии, когда занимались футболом как тренер? В Сирии, если говорить конкретно про тренеров в Сирии, у них не такая уж хорошая жизнь, и в Сирии вообще уровень футбола нельзя назвать совсем профессиональным. Те деньги, которые дает футбольный клуб, обеспечивают средний и не самый лучший уровень жизни. Господин Махсен, вы можете назвать или припомнить для себя тот момент, когда вы приняли решение бежать в Европу и покинуть дом? Решение уехать в Европу принял два месяца назад или чуть больше. До этого я был в Турции со своей семьей, жить там и правда дорого. К тому же работы нет, и человек устает от этого. Поэтому я принял решение уехать в ЕС. Потом, когда получу временную регистрацию и жилье, смогу пригласить жену и родственников. Это решение вообще было принято очень быстро, но мы все изучили очень хорошо. В Турции нет условий для сирийцев, там для нас нет будущего. Именно тех, у кого есть образование, в Турции можно считать тунеядцами. Инженерам, врачам, тренерам сложно найти там работу. Устроиться можно только черно-рабочим. Поэтому я вижу будущее для своих детей только в Европе. Господин Максен, когда Вы стали так популярны и знамениты, благодаря вот тому видеосюжету, появилась другая информация. Партия Курдского демократического союза выпустила официальное заявление, согласно которому Вы являетесь членом ответвления Аль-Каиды. По информации, которая была распространена, Вы присоединились к группировке в 2011 году и участвовали в подавлении курдских мятежей в городе Камешло. Также была опубликована фотография в интернете, которая обошла, в общем, многие средства массовой информации, где подтверждение, что Вы являетесь членом организации Аль-Нусры. Вы можете прокомментировать это как-то? Это неправда, абсолютно. Фотографии в интернете не могут о чем-то говорить и что-то доказывать. Я уехал из Сирии до того, как там появилась Аль-Каида. Я покинул Сирию и уехал в Турцию в сентябре 2010 года. Тогда там так не было, тогда была только свободная армия. Я вообще мирный человек, не люблю действовать как военный и не принимлю насилия. Спасибо, господин Максон. Так получается, что благодаря вот этой подножке Вы получили удивительный шанс. Вы оказались, наверное, в футбольном клубе, который для миллионов футбольных болельщиков, да и просто футболистов, естественно, является мечтой. Но что происходит с Вашими земляками? Те, кто вот шел рядом с Вами плечом к плечу и тогда пересекал эти кордоны и границу. Вам известна их судьба? У Вас-то все сложилось удачно. Я могу ответить очень объективно. Да, правильно. Я получил возможность поработать, но это дано Богом и не связано с венгерской журналисткой. Я все равно не забыл, что творится с сирийцами. Я сейчас, конечно, нахожусь в мире, но это не значит, что я должен забыть о сирийцах и думать только о себе. То, что у меня сейчас есть работа и квартира, все это дополнительные вещи. Я могу выжить в любых условиях, но до сих пор венгерская милиция плохо ведет себя по отношению к мигрантам. Как я могу не думать об этом? Все мои друзья, которые звонили, говорили, что мы не должны об этом забывать. Это дело всех сирийцев. Они говорят, чтобы не поддавались соблазнам. Мне не нужны награды. А самое главное для меня, чтобы добро победило. Вы знаете, я хотел спросить Вашего сынишку, который стал популярным. Кем он мечтает стать и хочет ли он вернуться на родину? Можете ли Вы ему передать вопрос? Привет! Я хочу вернуться в Сирию. Я мечтаю, что стану бизнесменом, когда вырасту. Ну что ж, большое спасибо за то, что нашли возможность выйти в эфир. Привет Вам из Беларуси. Добра, здоровья Вам. И, конечно, мира и благополучия Вашей Родине, Вашей земле. Спасибо Вам большое. Спасибо белорусскому телевидению и журналистам за возможность такого общения. Надеюсь, еще встретимся на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ Так ведь, дорогие друзья, телевизионными звездами становятся не только благодаря голам на футбольном поле. И тренер знаменитым может стать, к сожалению, из-за такой ситуации. Позвольте представлю экспертов нашей студии. Кроме того, на трибунах также очень много гостей, которые сегодня будут привлечены к беседе. Ну а для начала, позвольте о своих гостях. Глава представительства Международной Организации по иммиграции в Республике Беларусь Зейнал Гаджиев. Занеситель начальника Департамента по гражданству и иммиграции МВД Республики Беларусь Александр Тихонович Татура. Профессор, доктор исторических наук, декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский. Член Совета Республики Игорь Марзалюк. Советник по правовым вопросам представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Республики Беларусь Тимофей Солодков. Заместитель начальника Управления предварительного расследования Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Алексей Сытенков. Пожалуйста, гости, я хотел бы, чтобы вот после такого первого интервью, с которым мы начали на сегодняшний наш разговор, ответить на такой вопрос. Вот лицо, которое создало СМИ о той ситуации, которая происходит сейчас в Европе. Что это? Что в Европе? Испуг или жалость к тем людям, которых мы видим? Те люди, которые попадают сейчас на экраны так, как звёзды, благодаря удивительным событиям, вот подножкой, прорывы через границы. Игорь Александрович, что по-вашему? Дело в том, что мне очень близка позиция Министерства иностранных дел в Венгрии, предельно честная, как мне кажется, которая оконтривает важнейший аспект этой проблемы. То есть, я так понимаю, что Вы вот эту политкорректность или, скажем, толерантность называете лицемерием? Ну, подразумеваете, что это как бы неистинное? Толеранция и политкорректность – это две разные вещи, но что касается политкорректности, то это лицемерие на самом деле. Дело в том, что это проблема ни одного дня и ни одного года. Здесь есть несколько элементов. Первое. Мы должны чётко разделять проблему беженцев и проблему экономически мотивированной миграции. Есть такое понятие, как первая безопасная страна пребывания. Если люди попали либо в Турцию, либо в другую, иную страну пребывания, но там они не хотят оставаться ближе к родине, если они стремятся все либо в Германию, либо в Швецию, либо ещё в какую-то третью страну, то здесь налицо экономически мотивированный вариант исхода. Я про мотив хотел вас чуть попозже спросить. Как вы считаете, в Европе страх или вот им жалко тех людей? Есть и то, и другое. Я считаю, что есть и то, и другое. В данном случае всё зависит от культурной традиции, всё зависит от страны, и всё зависит от уровня её экономического развития. Я понял. Ваше мнение. Какие настроения в Европе? Вот знаете, посмотрите, в Мадриде выводят на центральный стадион мальчика, в Венгрии делают подножку. Это такое разное отношение или просто где-то не скрывают истинных эмоций? Действительно. Ну, в первых, позвольте поблагодарить вас и телеканал за этот вопрос и вообще организацию этой передачи, потому что действительно вопрос миграции сегодня очень актуальный и требует обсуждения, широкого обсуждения и понимания. Действительно, миграция сегодня на международной уровне и в конкретной стране это очень большая проблема становится очень близкой. Поэтому в Европе тоже, хотя мы говорим о Евросоюзе, там тоже есть отдельные страны и позиции стран тоже различаются. Ну, как вы считаете, всё-таки это испуг, они боятся их или всё-таки жалко беженцев? Какие чувства главные? Ну, это комплекс всего. Здесь есть, конечно, опасения, есть и проявление гуманизма, есть какие-то нотки прагматизма тоже, потому что, если исходить с того, что туда стремятся люди, которые хотят изменить свою жизнь, добиться чего-то, они ещё и потенциально блага для страны, которые их принимают, тут и проявление прагматизма. Поэтому позиции стран тоже разнятся. Я хочу представить вам моего гостя, директор по исследованию дискуссионно-аналитического сообщества Евгений Пригерман. Евгений, я знаю, вы недавно вернулись из Германии. Как вы считаете, какое настроение главное? Мы видим сюжеты, в которых встречаются с плакатами, «Добро пожаловать в Германию». Какие настроения? Что вы видите, если едете в метро? Чувства, как уже тут было отмечено, абсолютно верно, смешанные. И здесь не только какие-то культурные традиции конкретного народа, о чём мы уже немножко упомянули, здесь нужно ещё понимать о том, что вот те вызовы, при том не только миграционные, сегодня Европейский Союз сталкивается с таким комплексом ещё невиданных проблем до этого, и они начинают давить на самые болевые точки, которые идут в самую сердцевину тех проблем, которые либо существовали, либо начинают возникать в Европейском Союзе. Поэтому здесь не только вопрос чисто эмоциональный какой-то, или правовой, потому что мы тоже понимаем, если это беженец, то здесь вопросов не так много нужно брать на рассмотрение дела. Я пока задаю вот только эмоциональный фон. Вот эмоциональный фон, повторюсь, из-за того, что это давит на некие нервы, из-за того, что появляются там праворадикальные партии, которым, естественно, это хорошая почва для того, чтобы политически себя продвигать, вот это смешанное такое ощущение. Но в целом я бы сказал, например, по Германии, что люди скорее с неким оптимизмом смотрят, потому что всё-таки эти цифры людей, которые туда прибыли, это мелочь для того, чтобы такая громадная экономика, как немецкая, их, ну, что называется, переварила. Спасибо. Кстати, вот ещё о Германии. Хочу привести вам небольшую цитату из интервью с известнейшим репортером Владимиром Кондратьевым, который многие даже десятилетия проработал в Германии. И вы его знаете, это репортер НТВ. Прошу небольшой отрывок. Пожалуй, нет ни одной страны, которая сейчас так охотно и так благодушно принимает иностранцев, иностранных беженцев у себя, как Германия. Это связано с тем, конечно, что немцы причинили, вернее, гитлеровцы причинили много зла, особенно евреям. И вот беженцы, которые сейчас приезжают в катастрофическом количестве, я должен честно сказать, я не могу сказать, что население полностью принимает это с восторгом. Конечно, мы видим кадры, когда хлопают, аплодируют, говорят, мы всё для вас сделаем и так далее. Это не все. Есть также часть людей, которые к этому относятся, всё-таки сдержаны и опасаются. И даже политики говорят, что всех мы принять не можем. Ну, судите сами, Германия – это почти 80 миллионов человек. Если будут миллионы приезжать, добавок к тем миллионам, говорят, 10 миллионов уже иностранцев, Германия может и больше находится, турки, другие выходцы из других стран. Германия, естественно, всё это переводить не сможет, чтобы не потерять самобытность, идентичность народу. И вот сейчас Германия стоит как бы на перепутье, какой она займёт линию. Конечно, Меркель, канцлер Меркель, она говорит, что мы должны сейчас всё сделать, чтобы их принять с радушием, добрососедски и так далее, и так далее. Но это всё, конечно, до поры до времени. Виктор Геннадьевич, позвольте, до того, как я буду спрашивать вас, с научной точки зрения, ваша оценка как историка эмоциональной составляющей, по-моему, не знает история, наверное, радостного приёма беженцев в своих странах. Да, я думаю, что здесь, если рассматривать в более широком контексте ситуацию, которая происходит сегодня, происходила 100 лет назад, 200 лет назад, то мы видим, главное противоречие – это прежде всего между космополитизмом, представлением о человечестве, о едином человечестве, который будет разговаривать на одном языке и так далее, и между национализмом. И понятно, что для одних это, скажем, закономерный процесс, для других это скорее угроза их национальной культуры, особенностей. Поэтому, конечно, здесь действительно воспринимают люди по-разному, зависит от их образования, от их вот именно отношения, их мировоззрение. И вторая, конечно, группа противоречий – это проблема между, противоречий между богатым севером и бедным югом. И здесь тоже, естественно, что почему люди стремятся, отвечают на этот вопрос. И те люди, которые живут в благополучной жизни, они видят тоже угрозу своей жизни, приходится делиться своими богатствами, заработанными. Поэтому, действительно, здесь смешанные чувства, всё зависит от людей. Поэтому мы видим и столкновение. С одной стороны, люди приносят и одежду, и помогают, и волонтёры. С другой стороны, поджигают лагеря, которых должны проживать мигранты и так далее. Но мы видим разные картинки. И именно вот журналистам доводится увидеть, наверное, то, что потом, отсортировав, попадает на наши экраны. Я хочу показать вам ещё один отрывок из интервью с Владимиром Кондратьевым. Целиком программу вы увидите чуть позже. Пожалуйста, прошу. Каждый, который сейчас сидит в лагере для беженцев в Германии, он получает в месяц 480 евро в месяц. И поэтому все рвутся. Естественно, все люди сейчас имеют мобильные телефоны. Им звонят из Германии, из какого-нибудь Бохума. И говорят, давай к нам, что ты там ютюси в Турции, где-то там ещё в Иордании, в Ливии. Итак, вот видите, такая история. Война вроде идёт в Сирии. Но, согласно данным, только пятая часть из тех, кто... Вот на сегодня говорили о 850 тысячах. Только пятая часть – это действительно сирийцы. Люди едут в Европу из совершенно разных стран. Для того, чтобы узнать, как двигаться и куда двигаться, какие маршрут найти, где лучше жить, естественно, связываются по телефону. Сегодня это значительно проще сделать. Я хочу спросить некоторых гостей, которые пришли в нашу студию, звонят ли им, спрашивают ли у них земляки. Вот представлю вам директор фонда поддержки вынужденных мигрантов и беженцев – Даут Амири. Добрый вечер. Господин Амири, вам звонят ваши земляки? Знаете что, как бы они знают, у нас как бы давно идёт в Афганистане, то есть война уже более 30 лет. Они раньше эмигрировали, они больше знают о Европе. Но они звонят, как бы как в ситуации в Беларуси, естественно, мы говорим, что процедура тут очень серьёзная, получение статуса беженца. Но им мимо статуса жить в стране и интересует, какое слово «жизнь», финансы, как они обеспечены и на что могут они досчитывать. По вашей информации, как много тех людей, с кем вы имеете связь, или знакомые, знакомые, как говорится, именно в последнее время попали в число этих почти миллиона, 850 тысяч. Как много людей решили уехать из Афганистана? Я буквально месяц назад был в Афганистане, сам был в Кабуле, но я видел тенденции, что очень много людей собирается тоже через Турцию, и очень много людей, так как никогда можно сказать, что... А вы не задавали вопрос, почему вдруг вот именно сейчас засобирались? Знаете, что тут, во-первых, очень ситуация ухудшается в Афганистане тоже в целом. То есть проблема в том, что в Сирии, в Афганистане тоже идет параллельно такая же проблема, идет война, но еще как бы загадочно, что вот ни с того, ни всего, именно вот с определенное время такая получается, что... Именно сейчас загадка. Именно сейчас, что повсюду идет как-то неофициально, но вот такие... Мы с вами еще это обсудим, никуда не уходите. Я хочу представить своего гостя. Это заместитель председателя Международной благотворительной общественной организации афганских беженцев Басмилах Махман. Добрый вечер. Здравствуйте. Поделитесь вы своим опытом. Кто вам звонит из ваших земляков? Что спрашивают? И почему, по вашему мнению, именно сейчас, в этом году, вернее, даже последние недели, месяцы... Да, я с вами согласен. Я сам недавно приехал из Афганистана. Мне там задавали вопросы, и сейчас связываются по телефону, спрашивают в основном, но это касается больше всего молодежи. Что спрашивают? В основном их интересует тот вопрос, как можно быстро получить в Республике Беларусь статус беженца. Второй вопрос, это вопрос касается образования. То есть, это молодежь, которая интересует не только получение статуса беженца, но и получить образование, чтобы определить свое место в обществе. И третий вопрос, с которым мы больше всего сталкиваемся, они спрашивают, как относится местное население к беженцам. Но в основном согласен с предыдущим выступающим, что сейчас больше всего молодежь хочет уехать, покинуть страну, в связи с тем, что обостряется обстановка. Спасибо большое. Моя коллега Илона Волынец, репортер телеканала СТВ, совершенно недавно вернулась из Сербии. И мой вопрос, Илоне, как обстановка там, и что можно увидеть, не заглядывая в те сюжеты, которые были подготовлены? Картина, конечно, которую мы увидели, она очень жуткая. Это бесконечная толпа людей, которые сидят буквально на сырой земле. Очень много маленьких детей, грудных. Мы видели подростка, который катил бабушку на коляске инвалидной. Это дети, которые на ходу едят бананы. Причем куча вокруг мусора, антисанитария. То есть, ну, меня... Илона, из каких стран эти люди? Вы смогли разобраться? Да, конечно. Это Афганистан, Иран, Сирия. Причем они все, ну, в большинстве своем очень плохо владеют английским языком. И когда я задавала вопрос, так, а куда вы собираетесь? В Западную Европу, в Германию? Говорю, а как же вы будете там жить, если вы не знаете ни немецкого, ни английского? На что мне отвечали, нам без разницы. Мы выучим английский, лишь бы не было войны. Вот это совсем недавно в прессе вышел очень интересный материал. Называется «72 часа с беженцами». Его подготовил писатель, журналист, редактор журнала «СНОП». И меня очень поразил этот материал. И сейчас у нас есть возможность по скайпу связаться. Это Евгений Бабушкин. Наш коллега. Евгений, если вы нас слышите, пожалуйста, отзовитесь. Добрый вечер. Добрый вечер, Егор. Привет, Беларусь. Евгений, в своем материале вы пишете о том, что от 5 до 15 тысяч должен потратить беженец для того, чтобы добраться в Европу. Те видеокадры, которые мы видим, говорят о том, что это люди, в общем-то, очень небогатые, даже бедные. Откуда такие деньги? От 5 до 15 тысяч. Знаете, я допускаю, что вот в этой толпе действительно встречаются и подпольные миллионеры. Если так, то они забыли захватить с собой вечерние платья и дорогие костюмы. Люди выглядят плохо, потому что они идут месяц. Естественно, они выглядят бедно. Но они и в действительности довольно небогаты. Они бегут из довольно небогатых стран. Откуда же деньги? Они все продали. Я разговаривал с людьми, которые продали квартиры, дома, если они были. Один продал стадо оверс, для того, чтобы собрать их деньги. Они идут совсем небольшими суммами в кармане. У них почти ничего не осталось в запасе. Фактически, они поставили на ком всю свою прошлую жизнь. Они оплатили свою прошлую жизнь и от дороги до Европы. Евгений, те люди, с которыми вы беседуете, бегут от войны. И они это говорят в тех интервью, которые вы приводите. Но вот можно много услышать о том, что большая часть из них это вовсе не беженцы войны. Это экономические беженцы. Те, кто хочет получить работу или просто получить другие условия жизни. Ну вот представьте, что вы живете в какой-нибудь деревне сирийской и ракета разрушила дом. Но не ваш, а вашего соседа. Имеете ли вы право сбежать? Я думаю, да. Несмотря на то, что вы непосредственно от войны не пострадали. Но война постоянно рядом с вами. Я думаю, что большая часть беженцев именно такая. Теперь второе. Имеют ли они право бежать просто за лучшую жизнь? А почему, собственно, нет? В некотором смысле мы все беженцы. Я, например, родился в Ленинграде, рос на севере, живу в Москве. Человек ищет где лучше. И эти люди тоже ищут где лучше. Евгения, ну подождите. У вас там есть одно интервью. Вы в Сербии встречаете какого-то местного албанца. И там идет речь. Он говорит, я бы тоже сбежал, но у нас нет войны. Я, значит, не имею права. Я бы в Германию с удовольствием поехал. Да. И что? Ну так значит, что он бы использовал эту ситуацию. Значит, подразумевается, что многие просто используют войну для того, чтобы прикрыться ей, а сами на самом деле не всегда войны. Я не сомневаюсь, что в этой толпе людей будет и, что называется, балласт. Люди, которые не хотят работать и хотят только благополучной жизни. Во-первых, я не могу их за это осуждать. Во-вторых, Европа, насколько я знаю, каждый год принимает значительное количество беженцев. Ну, не полмиллиона, как в этом году, но тысячи сто. И они прекрасно растворяются без следа европейской цивилизации. И никто от этого не оголодал еще. Я имею в виду те люди, которые работают. Мы можем себе позволить кормить других людей, потому что мы же кормим наших стариков. Мы же не морим их голодом просто за то, что они не работают. Евгений, в вашем материале вы описываете 72 часа, которые по закону на территории Сербии может находиться транзитом беженец. Вы доходите там до границы с Венгрией, и там стоп. Дальше их не пускают. Вы берете свой российский паспорт и отправляетесь в Москву. Что происходит с теми, кто остается там? В тот момент, когда я там был, в Венгрии не пускали вообще никого, даже меня. Я думаю, что они просто запаниковали. Сейчас, насколько я понимаю, они проводят какую-то селекцию. Они пускают только тех, кто прямо на месте может доказать, что он прямо вчера из горячей точки. Не знаю, могут ли все это сделать. Что происходит с людьми дальше? Часть из них остается в приграничных городах в Сербии. Им, в общем, все равно. Они не бегут за немецкими пособиями. Они не бегут в Германию, они бегут просто от войны. Они готовы остаться и в Сербии, если она их примет. Часть ищет какие-то другие пути. Все мы знаем, что Хорватия тоже уже закрыла границу. Я думаю, что они могут найти еще какой-нибудь входной путь, например, через Румынию и так далее. Я не знаю, у них настолько большой страх того, что они оставили позади, что они пройдут все преграды. Вот что я могу вам сказать. Евгений, большое спасибо за Ваше интервью и за материал, который Вы показали. Спасибо большое. Игорь Александрович, Вы что-то хотели... Да, дело в том, что я не могу согласиться с таким подходом. Но если говорить честно, опять же, во-первых, есть страны, которые значительно ближе, которые являются безопасными, в которых можно жить. Допустим, те же венгры говорят, да пусть Европейский Союз даст энное количество этих денег тем же, той же Турции, другим сопредельным государством, чтобы достойно обустроить жизнь этих беженцев. А по-моему, Турцию уже выделяли неоднократно. Ну и ещё один нюанс, очень важный. Вот рассуждение о стариках, которых мы кормим... Но это наши старики. Да, это наши старики. Идея о способных людях, это две разные вещи. Ещё один нюанс, очень важный. Дело ж не в том, что прокормите или не прокормите. Дело в совсем другой культурной ситуации. Дело в крахе модели мультикультурализма, на которую так молился Европейский Союз. Дело в том, что эти люди не хотят ассимилироваться в государственном, ментальном плане. Дело в тех проблемах, которые приводят к расстрелу редакций в Париже. Дело в тех закрытых городах, в той же Франции, где есть кварталы, где белая женщина без хиджаба не может войти. Дело в том режиме позитивной дискриминации, когда за одно и то же преступление коренного француза и некоренного судят по-разному. Дело в том, что дело в расизме на выворот. Дело в двойном стандарте. И вот это всё, кстати, порождает радикальные, ультраправые движения, в том числе и нацистские, в Евросоюзе. Это правда. И венгрии, венгрии разгранично, честно заявляют свою позицию, которых так бьют и долбают себе. Они говорят, если французы хотят жить с исламской умой, мы не хотим. Я думаю, самая большая интрига процесса – это начало, это конец или только начало. Потому что понятно, что благополучная Европа, даже если мы скажем, что полмиллиарда человек, хотя речь идёт о меньшем количестве людей, прокормит ли вот оставшийся мир, который устремляется, вот этот бедный север, который ищет спасение, свое экономическое, наоборот. Тимофей, позвольте, я вас подключаю. Ещё буквально одно слово. Проблема в том, что очень многие в Европе, особенно в постсоветском пространстве, боятся даже не того... Дело не в том, какой цвет кожи у человека. Дело не в том, араб он или чернокожий африканец. Дело в другом. Дело в нежелании соблюдать правила игры, которые на протяжении десятилетий многие, к сожалению, не все, но многие из этих мигрантов, демонстрируют неуважение к традиционным ценностям христианским, неуважение к традиционной культуре, неуважение к народу, который дал приют. Подождите, это вопрос уже того, что будет, когда они приедут. Вот давайте пока ещё в пути, давайте разберёмся. Это люди бегут от войны? Это действительно люди, у которых разбомбило дом? Или мы видим такую скрытую историю, когда, если у человека есть 10, 5 или 15 тысяч, я прекрасно себе представляю, по сирийским меркам это очень богатые люди. Это значит, мы говорим о том, что едут самые богатые люди. Да, естественно. Тимофей, насколько я прав здесь, сейчас мы видим не людей нищих, которые бегут, а бегут богатые люди? Я считаю, что достаточно сложно говорить, богатые эти люди или не богатые. Ну, во всяком случае, это не те, у кого разбомбило дом. Ну, понимаете, в чём дело, человек может опасаться, что завтра это может произойти с ним. Сегодня пострадал твой сосед, твои родственники, завтра та же ракета может разбомбить твой дом. И я хочу сказать следующее, что да, мы можем говорить о том, что люди приехали, кто-то с ним ничего не случилось, и он поэтому приехал, он хочет въехать в то или иное государство. Но в конечном счёте, каждая страна, будь то Евросоюз, будь то не Евросоюз, у них есть чёткие механизмы, с помощью которых они могут определить, являешься ты беженцем, либо не являешься. Это может быть индивидуальный подход, это может быть предоставление... О законах я спрошу, ваше мнение. Вот мы с вами видим средства массовой информации, вы, в принципе, вообще этим занимаетесь? Вы, по вашему ощущению, сколько людей действительно бегущих от войны, сколько из них ожидающих, ну, насколько верна та информация, что сейчас бегут самые богатые? Я бы не стал говорить о том, что бегут самые богатые люди. Для меня, поскольку я сотрудник специализированного агентства ООН, и вообще для меня лично, для человека, это люди, которые бегут от вооружённого конфликта. Неважно, что их конфликт не коснулся напрямую, они бегут от вооружённого конфликта. И подождите, я хочу добавить один момент, который, я считаю, надо чётко понимать. Это касается всех беженцев. Один момент очень важный. Действительно, произошло ли с тобой что-то в прошлом, из-за чего ты уехал из своей страны, из-за чего ты убежал? Но надо в том числе оценивать, что с тобой может произойти в будущем. Человек, приехавший вроде бы из благополучной ситуации из той же Сирии, либо другого государства. Ситуация в его стране может настолько измениться в течение даже того же короткого срока, что ему просто невозможно будет вернуться к себе на родину. Александр Тихонович, в соответствии с нашим законодательством, как мы можем различить человека, который бежит от войны, от человека, который бежит просто в поисках лёгкой жизни? И надо ли делать такое разограничение? Потому что, в общем-то, с любым может всё что угодно случиться, если честно. Я завтра под машину могу попасть. Ну, прежде всего, следует понимать, что в классическом понимании беженец – это лицо, которое имеет обоснованное опасение стать жертвой преследований по причине принадлежности к определённой расе, вероисповедания, своих религиозных убеждений, политических убеждений. В классическом понимании, прежде всего, нужно понимать это – кто такой беженец? Говоря о тех механизмах, о которых пытался говорить Тимофей, которые существуют в Европейском Союзе, и фактически такие же механизмы существуют и в Республике Беларусь, которые чётко регламентированы нашим специальным законом в области вынужденной миграции, у нас есть соответствующая система, которая при поступлении ходатайства, предоставлении международной защиты на территории нашего государства, позволяет в течение полугода разбираться, есть основания у иностранного гражданина, лица без гражданства, получить международную защиту на территории нашей страны. Или их нет, или это, как мы говорили или видели в этих сюжетах, это уже другой человек. Это может быть экономический мигрант, это может быть человек, который пытается злоупотреблять процедуры предоставления международной защиты и с целью получения каких-либо выгод. Вот для этого существует наша система, для этого существуют наши специалисты, которые достаточно квалифицированы, профессиональны. Коллеги, можете ли Вы назвать те страны, которые априори для Беларуси, к примеру, являются опасными странами для проживания, и документы людей из этих стран рассматриваются с пониманием? Вы понимаете, Гаджи? Ну, я думаю, это лучше адресовать вопрос представителям власти. Нетрудно гостать имену. Ну, понятно, стоя рядом с полковником. Ну, на самом деле, тренды в этой части меняются. Ну, вот на сегодняшний день. С 2013 года мы, ввиду событий, которые происходят на юго-востоке Украины, конечно, наблюдаем некие изменения. И, конечно же, сегодня большинство, я только констатирую, что большинство граждан, которые обращаются за предоставлением защиты на территории нашей страны, это, конечно же, граждане Украины. До 2013 года преимущественно это были граждане Сирии. 2014 и 2015 сегодня подтверждают точно такие же тренды. Это граждане Украины. Фактически граждане Украины от общего количества лиц, которые обращаются за предоставлением защиты, составляют сегодня более 76%. 10% это граждане Сирии и 4% это граждане Афганистана. Вопрос, который я хотел бы обсудить с вами сейчас, уважаемые коллеги, почему это произошло именно сейчас? Почему, как вот наши друзья, теперь уже земляки из Афганистана, говорят, что это произошло только в последние несколько месяцев? Война в Сирии идет 5 лет, конфликт в Афганистане, по-моему, не заканчивается долгими десятилетиями. До того, как мы приступим это обсуждать, я хотел бы показать вам отрывок из интервью с Владимиром Познером, которое записал на прошлой неделе. А почему их надо принимать? Я понимаю, беженцы, но давайте проверим, беженцы или нет. Почему они все знают точно, как, где переходить границу? Почему они все бегут почему-то в Германию? Им не все равно, хоть бы в Европу. Нет, им в Германию давали. Ну и потом, конечно, еще один милый вопрос, который у меня-то все время меня свербит. Они себя ведут часто, ну, как совсем не как беженцы. Швыряют воду, недовольны. Как это? Какие же беженцы? Агрессивные очень. За этот год наверняка будет порядка миллиона, если не больше, этих людей, которых я специально не называю беженцами. Потому что среди них есть, конечно, немало беженцев, но есть немало и других, которые вовсе не беженцы. И, конечно, надо было бы очень четко делить это. Беженцы – это люди, которые бегут от голода, от войны, от болезни, от страха, от преследования. Бегут. Но если бы я был одним из организаторов ИГИЛа, я бы сказал, ребят, давайте воспользуемся, давайте внедряемся, внедрим несколько тысяч своих ребят. Это очень даже нам пригодится. Было бы странно, если бы они этого не делали. Полностью интервью с Владимиром Позлером вы увидите на следующей неделе в программе «Простые вопросы» на СТВ. Ну вот вопрос, который я задавал до этого отрывка. Почему, по вашему мнению, это вдруг произошло в последние месяцы? И вот Владимир Познер тоже говорит, все знают, где переходить границу. Автобусы подвозят к морю корабли, и откуда-то берутся. Понимаете, в чем дело? Не хотелось бы выглядеть человеком, который верит в какие-то такие вот схемы заговора, но без координации, четкой координации, и без организованности этого процесса, вот этот кошмар, который создан, он бы не стал реальным. Хорошо, что это за вселенское зло, по-моему? Это не вселенское зло. Ну, кто? Ну, кто? Кто эти люди? Ну, дело в том, что я тоже профессиональный историк, я же не могу, вот как некоторые футурологи, ничтоживая, сомнияшиваяся, найти какую-нибудь страну и сказать, что вот они виноваты. Хорошо, кому это выгодно? Давайте исходить из этого. Ну, кому выгодно, когда происходит дисбаланс Евросоюза, и когда падает евро, что растет? Есть мнение, что... Ну, естественно. Вообще все... Так, может быть, это чисто случайно, но как-то получилось так, что в результате кризиса на Украине, в результате усиления кризиса на Востоке произошла очень такая отвратительная вещь для всего европейского континента, когда и Евросоюз, и Россия, и мы все вместе, мы просели. Дело в том, что шатковалка последних 20 лет шёл трудный, но всё-таки диалог между тем, что сейчас называется евразийским сообществом и, собственно, Евросоюзом. В результате всего вместе мы получаем то, что получаем. Теперь я хотел бы всё-таки... Игорь Александрович, я просто... Да, да. Я хочу сказать, просто один момент, пока вы продолжите вашу мысль, я разговаривал по телефону перед нашей программой с польским политологом Игорем Пескорским. Он говорит, что это дела Сороса. Ну, я ж не могу так. Может быть, у него какая-то информация есть? Я-то говорю... Ну, просто научусь, что у нас всегда Сороса. Понимаете, надо называть людей и фамилии в эфире. Да, и что вы... Да, давайте. Что касается Познера, мне очень нравится его позиция. Она гранично чёткая, честная. Кроме всего прочего, ну, спецслужбы Федеративной Республики Германии уже выявили и ни одного представителя именно вот этих замечательных террористических группировок. И ИГИЛ, кстати, его тоже никто не тянул за язык, сам сделал официальное заявление, что среди вот этих всех мигрантов от трёх до четырёх тысяч человек есть. Может быть, это кошмар и страшилка ИГИЛа, но данные спецслужб ФРГ, которые точно установили факт принадлежности к данному виду... Да, посмотрите, наш первый интервью... А сразу нашлись фотографии о том, что он... Опять же, я не верю, что курды просто так от нечего делать... Ну, я видел все эти скриншоты. Ну, очень похож он. Только там с оружием А здесь на футбольном поле? А здесь на футбольном поле. Ну, очень он похож. Может быть, не знаю. Давайте частный случай... Не будем частный случай комментировать, но то, что часть... Но он сейчас лицо прогизни. Понимаете, понимаете, в чём дело? Я помню, как во Франции пугали французских избирателей польским водопроводчиком. Понимаете, в чём дело? Когда ты, нарушая все законы, ломишь на чужую территорию, то ты, во всяком случае, должен тихонько себя вести, раз ты уже туда добежал. Это во-первых. А здесь просто какое-то нашествие. Хамство, невоспитанность, грубость. Все показывают эту подножку. А сколько было брошено в головы полицейским разных стран Евросоюза, сколько было оскорблено... Да, как они себя ведут. Как они себя ведут. Они себя ведут. Я согласен, что реально люди бегут от смерти. Дело в том, что... Дети. Хамство, немотивированная агрессия. Попробовали они бы так вот... Ну, а те кадры, которые мы видим, действительно ведут себя... Евгений, прошу вас. Я попробую выяснить, всё-таки, к вопросу, который вы первоначально задали. Я на одной передаче пообещал всем участникам ящик коньяка, если вдруг за всеми проблемами не будут стоять американцы. Получается, сегодня коньяка не будет. Но, понимаете, я склонен всё-таки смотреть на ситуацию ещё более широко. В истории время от времени происходят события, которые вот надломляют какие-то основы бытия системы. Сейчас мы наблюдаем некий слом, систему международных отношений, которые сформировались после развала Советского Союза. Естественно, что на всём на этом играют как силы, которые продумывают то, что происходит, как те силы, которые хотят остановить процесс, так и случайные факторы. Поэтому здесь, с одной стороны, естественно, все рациональные игроки на международной арене что-то делают. Но в то же время я бы всё-таки воздержался от того, чтобы, знаете, искать за этим какое-то одно вселенское зло. И конспирология нас, естественно, здесь ни к чему не приведёт. Другой вопрос, вот как... И тому же Евросоюз... Ну, факт, остается факт. Ну, смотрите, пять лет... Вот так, если взять и просто трезво посмотреть ситуацию. Пять лет война. Афганистан давно война. И только последние несколько месяцев начинается такой массовый сход. Нет, безусловно. Как называют цивилизационный процесс. Кто-то рационально этим занимается. Но в то же время именно в последние месяцы, в последний год идёт наслоение наиболее сложных проблем. Та же ситуация с ИГИЛом, в которой сегодня существует, обострение вот тех ужасов, которые оно творит, и противостояние со стороны как международного сообщества врача. Хорошо, но давайте так. Но Сирия, это одна пятая. Давайте... Сирийцы, сирийцы, одна пятая из тех, кто бежит. Бегут из Афганистана. Вот, друзья, скажите, в Афганистане резкое усложнение ситуации? Там, по-моему, уже всё-таки... Ну, до сих пор американцы демократию творят. Вообще-то, да, действительно, в последнее время в Афганистане ситуация стала очень хуже. Особенно на север. Граница с Таджикистаном, Узбекистаном резко хуже. Появляется, да. То есть, разные группировки, не только не ИГИЛ. Но ещё одна проблема, которую в Афганистане вот я слышал среди людей. Есть люди, которые как бы прямом их не угрожают. Но, допустим, родители боятся за своих молодых сыновей, потому что есть предложение им быть участником этих группировок и получать хорошие деньги. В связи с этим тоже люди хотят последние копейки накопить и отправить своих детей куда-нибудь за предел, чтобы хотя бы они не стали участниками или членами этих группировок. Спасибо. Есть ли другое предположение? Ну вот, два варианта. Допустим, осложнение ситуации. Прошу вас. Если можно, здесь, знаете, это, скорее, как действует закон рынка. Есть спрос, есть предложение. Правильно. Но спрос, значит, кто-то создал? Спрос такой, что есть люди, которые действительно нуждаются. Не важно, по какой причине. Это по экономическим причинам. Люди бегают от бедности. Это бывает. То есть, они только из Сирии, из других стран тоже. Но есть возможность куда-то, хоть какая-то, есть возможность куда-то переселиться. Да, вот озвучено было, люди продают дома. Все свои богатства избавляются, лишь бы добраться до спокойного, так говорят, сытного места, где можно спокойно жить, развиваться и создать условия будущего для своих детей. Это есть. Для этого, конечно, есть люди, которые эти ситуации пользуются. Вот озвучили сумму, что сколько стоит, чтобы добраться до границ Евросоюза. Люди тратят эти деньги. А если вы перенесли, посмотрите, какая сумма получается. Мы говорим, если 500 тысяч человек, если у каждого, каждый платит, ну, минимум, 2 тысячи, говорят, что вот такую сумму, я тоже слышал, 2 тысячи заплатит, какая сумма получается? Это миллиард. Это очень миллиард. Шикарно. Я хотел бы... Александр Владимирович, это темночка, Александр Владимирович Стищенко, пресс-секретарь погранкомитета Республики Беларусь. По стандартам, которые были, может быть, приемлемы несколько лет назад, если так присмотреться, смотрите, в данном случае, что происходит? Разрушены страны, ни одна, ни две, десятки уже стран, если так разобраться. Жертвы исчисляются сотнями тысяч, это погибшие, потерпевшие и так далее. Разрушены экономики, разрушен уклад. Есть уже противоборствующие коалиции, причем это охватывается целыми регионами. Очень похоже на такую перманентную третью мировую войну, которую на сегодняшний день мы можем наблюдать. И то, что сегодня происходит с беженцами, это тот же самый бизнес на крови, если так разобраться. Знаете, сидя в огне нельзя не согреться. Как бы мы далеко не были от событий, мы все равно находимся на пересечении всех путей. И как бы мы ни говорили, что эта война не наша, все равно она нас задевает. Давайте после небольшой рекламной паузы поговорим о том, как это может коснуться нас с вами, как это может коснуться Беларусь. И сразу после рекламы начнем с цитату с Александра Григорьевича Лукашенко, которая была сказана недавно на встрече с металлургами в Жодино. Итак, после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова